Новинки гибридов кукурузы Ладожский 191М и Ладожский 301МВ. Раннеспелые гибриды ФОА-150 и ФАУ-190 вырастили в полях Рязанской области. Все эти гибриды включены в государственный реестр по центрально-черноземному району для возделывания на зерно и силос. Как утверждают специалисты, новые гибриды кукурузы более устойчивы к различным заболеваниям. У них высокое содержание протеина и углеводов в силосной массе. Они хорошо приспособлены к механизированной уборке. Вот оно зерно, среднеспелый гибрид, вызрел на зерно в условиях Рязанской области. Это определенные технологические проблемы, которые надо решить, чтобы получить то, что мы видим. Это обычное, на первый взгляд, поле, единственная в Центральной России научная площадка по исследованию новых сортов кукурузы. Почти на тысячах гектарах земли 85 родновидностей царицы полей. Здесь в качестве эксперимента выращивают гибриды, которыми потом в промышленных масштабах будут засеивать поля в различных регионах России. Разводят здесь и обычные сорта кукурузы, чтобы вырастить початки восковой спелости, показав регионам максимальную продуктивность кормов из кукурузы. Вот, допустим, два гибрида. Гибрид ФАО более 300. Початка уже восковой спелости, гарантия того, что из него можно получить село с высочайшей питательностью. Вот гибрид Обский 140-й. Он идет в северных, центральных регионах России на зерно. Вот данное хозяйство Маленищи имеет более 1000 гектаров кукурузы на зерно, молотит, продает, имеет высочайшую рентабельность от реализации зерна кукурузы. Помимо этого, экспериментальное поле в Рязанской области – отличная площадка, где фермеры всей страны могут выбрать культуру, которая подходит именно им. Кукуруза – такая культура, которая требует определенных погодных условий еще. Можно сделать затрат на семена, вложиться, а получить урожайность на отечественных семенах больше. Поэтому тут однозначно сказать нельзя. Просто надо сеять импортные сорта и отечественные сорта, как страхующий вариант. В этом году в Рязанской области удалось вырастить культуру новую для земель центральной части России. По словам специалистов, новый вид – сорга – уникальная кормовая культура. Прекрасно селосуется, высокие питательные качества, зерна может давать до 6-7 тонн с гектара. Это кормовая культура высочайшей ценности. То есть она где-то идет на уровне с кукурузой, великолепно селосуется, но в ней значительно больше сахаров, чем в кукурузе. Работа по созданию новых гибридов начинается с научно-исследовательских институтов, где на протяжении пяти лет трудятся над каждым видом растений. Некоторые гибриды создаются десятилетиями. Затем полученные семена сеются на полях. До самой уборочной за растениями наблюдают опытные специалисты. Собираем початочки с 10 квадратных метров и взвешиваем на весах. Мы определяем пригодность данных выращиваемых гибридов, их пригодность в конкретной зоне возделывания. Время собирать урожай. Правда, для уборки этих редких сортов кукурузы механизаторы используют вполне традиционную технику, приспособленную для российских полей. Для уборки кукурузы на силу применяем три комбайна. Вот два таких комбайна класса. Один комбайн ДОН 680 отечественный. В принципе, для наших площадей их хватает. На вывозке используем в зависимости от погоды автомобиля в сухую погоду. А в сырую погоду, когда автомобилям тяжело пройти, используем тракторы с прицепным ренетарем. Как правило, большинство гибридов, выращенных на экспериментальной площадке – кормовые культуры. Аграрии и особенно животноводы говорят, что подобные научные разработки помогают им в работе. Ведь кукуруза – неотъемлемая часть рациона крупного рогатого скота. Благодаря ей хозяйство получат полезное молоко и питательное мясо. Также агрономы отмечают – цена зерна кукурузы довольно высока – 8-9 тысяч рублей за тонну. При этом рентабельность от этой суммы составляет от 80 до 100%, что делает продажу кукурузы, востребованной на птицефабриках и свинофермах регионов страны.